Радио Камчатка. Гость в студии. И мы пригласили в нашу студию нашего бессменного повелителя всех диких животных, Владимир Шабли, старший группы ДНД по выходу опасных животных в город. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. У нас сегодня есть классный инфоповод. Сегодня утром на Курчатово у нас прогулялся лось. Лось. Внезапно. То есть у нас всю зиму были рыси. Ну, по объективным причинам им кушать нечего было. В городе они немножко у нас крыс под сократили численность. Ну, и, к сожалению, котов. Вот. После этого у нас начали появляться зайцы. Ну, это один заяц, который у нас на силуэте двое суток гуляет. Последняя его остановка была Камчатский пивзавод. Ну, может быть, где-то перегулял в лесу. Все же может быть. А это вообще норма, когда зайцы в городе обитают? Я такого не помню. Леш, ты помнишь, чтобы у нас зайцы по городу скакали? Не помню. Я помню, что у нас были обезьяны и глухари. Но такое бывало, да? Да, да. Глухари я тоже часто видел. Особенно вот на смотровой видел. В стороне Завойко. Нет, просто заяц заблудился. Заблудился, попал в... Не туда пошел, да? Да. Попал в городскую черту. Здесь кругом машины, люди. Он не в своей тарелке, бедный бегает там по силуэту. Ну, пропал. Пока пропал. Или два варианта. Ну, будем надеяться на лучший. Лучший это, что он ушел в лес. Худший, что его нашли бродячие собаки. То есть причина не в том, что в лесу что-то плохо у него? Нет, просто заблудился, да. Так, в камчатской версии, ну, погоди. Да. Главное, чтобы волк за ним не явился. Ну, а сегодня утром у нас люди перепутали немножко. Сначала сообщили, был мне звонок с единой диспетчерской о том, что на горизонте север крупный медведь. Я уже созвонился, когда с заявительницей. Она извинилась. Говорит, это не медведь, это лось. Ну, и действительно, в фотографии мне сбросили. Там лось выходил у нас на это кольцо, которое строится. Переезд с силуэта, да, получается, на горизонт. И кольцо вот это. Вот он прямо на этом кольце был. Ну, чуть-чуть ближе сюда, к жилым домам. Следы я нашел лося. По следам он ушел обратно в лесной массив. Там собаки местные гоняли, но они гоняли белок. То есть они там... Я же говорю, диснеевской принцессы не хватает. Лось вообще, это редкий гость в городской черте? Ну, это меня очень радует, потому что как бы у нас лоси появились, грубо говоря, ну, мы не будем говорить за всю Камчатку, а вот южная часть, да, там от Милькова, там, появились в 70-х годах, когда завезли сначала там 21 или 23, потом еще 20. И вот они расплодились до такой степени, что дошли уже до Елизовского района. То есть это хорошо. Здесь тогда будет численность в окрестностях города, да, появляться лоси. У нас небольшая численность есть в Налыче волосей. Ну, здесь все зависит от сознательности настоящих людей. Потому что хотелось бы, чтобы никто их не трогал, любовались ими. Они сейчас не очень, ну, фактически не опасны. Гона нету, гон будет осенью у лосей. И тогда они действительно опасны. У нас были видео года три назад, года четыре, когда лоси там грейдер на Мильковской трассе атаковали, пытались столкнуть с дороги. Ну, молодой лось, он не разобрался, что это грейдер, а не лось, и устроил турнир. — Слушайте, ну вот так интересно, а вот богат Камчатский край, а вот зверями-то на самом деле получается-то у нас? — Ну, я бы сказал, если честно, что численность не такая большая. У нас большая численность медведя действительно. А вот с остальными видами животных, ну, не очень большая по плотности. Потому что объемы, ну, не объемы, имеется в виду квадратные километры, Камчатки, не сравнить там с каким-нибудь материковским охотхозяйством. Я часто летаю на материк там и на охотах бываю, и сравнивая количество там живности, и у нас, иногда жалеешь, что у нас меньше, конечно. — Но у нас плюс, у нас меньше охотников, я так понимаю, да? — Возможно, но больше браконьеров. — Вот, а вот это зло, да? — Да. — А есть ли в краевой столице такие места, где великая вероятность встретить проснувшегося медведя? Вот сейчас. — Ну, после... — Видео уже выкладывали, да? — Значит, медведи у нас один только появился в окрестностях Чапаевки, да? Там он заходил на фермы, эти бедные фермы, которые в прошлом году очень сильно пострадали от мишек, да? И больше появления медведей у нас в черте города не зафиксировано. Где-то с месяц я объезжаю вот по границам города, то есть от Халатырского пляжа до Лыжни Здоровья, ну, грубо говоря, по границам, да, еще снег лежит, и если бы были где-то переходы или был медведь, было бы видно. Пока ни следов, ни медведей мы не встречали. Будем надеяться, что, ну, не захотят они заходить в город. — Но еще никого не удивишь, наверное, встречи с лисой. — Ой, про лисы это, да, лисы. Вот наша спутница Юки, она тут недавно тоже мы вышли погулять, двух лис гоняла, одну там гоняла. Тоже все в черте города, в Зазерке, как раз вот в Зазерке. Вот здесь вот хотелось бы обратить внимание, мы тоже объезжаешь территорию, да, по полям, где вот медведи, я знаю, где они постоянно появляются, и находишь свалки эти, отходы всевозможные жизнедеятельности человека и его бесхозяйственности. Лежат отходы от убитой коровы, да, а потом мы жалуемся, что медведи приходят. То есть мы сами их привлекаем. Вчера вечером я вот ездил на океан, на малолагерную, солнышко, хорошо, собака прекрасно купалась, но для того, чтобы просушить ее, я просто решил прогнать по дороге, чтобы шерсть просохла, и мы ездили в сторону англичанки. Я просто был в шоке. До того люди загадили, кругом мешки, кругом какая-то падаль. То есть вот здесь я на что хочу обратить внимание? Просто на тех людей, которые вывозят все это вот и бросают. Вы же создаете, тем самым привлекаете диких животных. Не говоря уже об экологии. Да, ну я говорю и экологии, и дикие животные, потому что медведь слышит запах падали, еды, а он всеядный, да, на расстоянии до трех километров. То есть он придет на этот запах, ветерок будет дуть, и придет он в город. И в результате либо мы пострадаем, ну я имею в виду граждан, да, которые проживают в черте, мало ли какая ситуация, либо медведь пострадает, потому что будем вынуждены изъять его. Давайте напомним нашим радиослушателям, что делать, если встретили в городской черте лесного гостя, любого. Вот лось, например, вот увидела я лося, куда звонить, куда бежать, ну, после селфи, конечно же. Значит, первое, это любого зверя, который вы даже самую маленькую и прекрасную, эту пушистую лисичку, хотя они сейчас у нас начнут линять и будут облезлые, да, но все равно интересные. Ни в коем случае не приближаться. Быть на безопасном расстоянии. Если это медведь, значит, и у вас есть возможность в это время оценить, откуда дует ветер, то есть если ветер дует от медведя, он еще вас не заметил, он близорук и хорошо слышит, и отличное обаяние. То есть он запах ваш не уловил, потихонечку уходите. Если уже медведь бежит в городе, да, к примеру, там, вы видите, по улице он бежит, то лучше зайти в подъезд, прижаться к стене, не убегать. Убегать бесполезно, потому что он бегает от 50 до 60 километров, хотя считается уловленем каким-то там. Лось тоже. В настоящий момент он не опасен, но тем не менее, он может вас воспринять как опасность и защищаться, а удар лося копытом мало не покажется. Поэтому лучше не подходить и не пробовать его покормить морковкой. Это не лошадь. А вот такой вопрос по поводу медведей. А не лазит по деревьям? Вот это вот, что меня всегда... Вот говорят, можно залезать на дерево? Говорят, что наши умеют лазить туда. Нет, наши камчатские медведи не лазят. До года. До года. Да, до года. А после года лазят? Ну, медвежата, нет, до года, я имею в виду, наоборот, лазят медвежата. А потом тяжелые уже. А потом они уже не лазят, поэтому на дерево морковка. Ребята, залезьте на деревья. И еще ветер. Это очень полезный лайфхак. Я так вам слышу впервые. В общем, ветер должен быть вам в лицо, чтобы спасти. От медведя на вас. От медведя на вас. Да, в лицо получается. И тогда бежим на ветер, друзья. Нет, бежим... Против ветра. По сторону ветра. Все, я уже запуталась. Точно мне не спастись от медведей. И на дерево залазить, точно. И звоним, конечно же, 112. Да, звонит правило 112. Спасибо вам большое, Владимир Шабли, старшей группы ДНД по выходу опасных животных в городскую черту. Он был у нас в эфире. Если вы не успели к началу нашей беседы, заходите в телеграм-канал Радио Камчатка. Совсем скоро там появится видео-версия нашего разговора. Спасибо и до встречи в эфире. Спасибо, до свидания. Гость в студии на Радио Камчатка.